Уход стыдливости К наказаниям за грехи относится и уход стыдливости, которая суть жизни сердца и основа всякого блага, тогда как уход ее влечет за собой уход всякого блага. В достоверном хадисе сказано «Все в стыдливости блага», передал муслим. Иногда человек переходит границы в своей стыдливости так, что она мешает ему соблюдать права Всевышнего Аллаха. В этом нет блага. Ибн Салях сказал, что такая стыдливость на самом деле не является стыдливостью. Это слабость и ничтожность. В достоверном хадисе у Ат-Тирмези сказано, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал «Стыдитесь Аллаха истинной стыдливостью». Люди сказали «Поистине мы стыдимся Аллаха и хвала Аллаху». Он сказал «Я говорю не об этом». Стыдиться Аллаха истинной стыдливостью значит беречь голову и то, что она хранит в себе, и свое чрево, и то, что в нем, и часто вспоминать о смерти и тлении тела в могиле. «И кто желает жизни вечной, оставляет украшение жизни этой. Кто поступает так, тот стыдится Аллаха истинной стыдливостью». Привел Ат-Тирмези. Стыдливость — чистое благо, потому что начало его — сломленность, порожденная боязнью, что его будут связывать с чем-то скверным, а конец — оставление скверного, а и то, и другое — благо. Следствием ее становится благо и благодеяние, потому что благородный не ответит злом тому, кто делает ему добро, ибо так поступает только низкий человек. И осознание благодеяния Всевышнего и милости его приходящие к человеку удерживают его от ослушания его. Раб Аллаха стыдится допустить, чтобы от него к нему приходили милости и благо, а от него к нему поднималось противоречие и ослушание. Раб Аллаха стыдится допустить, чтобы от него к нему приходили милости и благо, а от него к нему поднималось противоречие и ослушание. Файдаль Кадир. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, также сказал, «Среди того, что дошло до людей из слов первого пророчества, «Если не стыдишься, то делай, что хочешь», — передали Аль-Бухари Абу-Дауд. Упоминание о первом пророчестве свидетельствует о том, что стыдливость была похвальным и одобряемым качеством всегда, в том числе и во времена первого пророчества, и каждый пророк побуждал свою общину к стыдливости. Она была исключением из отмененных постановлений их законов, шариатов, и не была ничем заменена. Всем понятно, что стыдливость — благородное качество и достоинство, украшающее человека. А подобные предписания не могут отменяться. Маали Масунан. По словам Аль-Хаттаби, слово «то делай» стоит в повелительном наклонении потому, что удерживает человека от совершения дурного стыдливость, и если он отказывается от нее, то его природа как будто повелевает ему вершить всякое зло. Фатх Аль-Бари. Аль-Хаттаби упоминал, что словам посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, если не стыдишься, то делай что хочешь, ученые дали три толкования. Согласно первому толкованию, имеется в виду, что если у человека нет стыда, он делает все, что захочет, в том числе и из скверных и порицаемых дел. Такого же мнения придерживался Абу-Убайт Аль-Касим Ибн Салям. Согласно второму толкованию, которое предложил Абу-Ляббас Ахмад Ибн Яхья, имеется в виду угроза, подобная той, что в словах Всевышнего «Поступайте, как пожелаете, он видит то, что вы совершаете». Суры разъяснены, аят сороковой. Согласно третьему толкованию, предложенному Абу-Исхаком Аль-Маруази, факыхом шафиитского толка, следует смотреть, если то, что человек собирается совершить, не вызывает у него стыда, то он может сделать это, а в противном случае от этого поступка следует отказаться. Ма-Али-Мас-Сунан. Этому хадису дали два толкования. Согласно первому, эта угроза и эти слова означают «Кто не стыдится, тот творит какие угодно мерзости, потому что удерживает от их совершения как раз стыдливость. И если нет стыдливости, которая удерживала бы человека от совершения дурного, то он будет совершать это». Это толкование Абу-Убайда. Согласно второму толкованию, эти слова означают «Если в действии нет ничего постыдного, то совершай его. Отказываться же надлежит от совершения того, за что человеку стыдно перед Аллахом». Это толкование имама Ахмада в сообщении от Ибан-Хани. Итак, согласно первому толкованию, эта угроза, подобная словам Всевышнего, поступайте как пожелаете. Суры разъяснены, аят сороковой. Согласно второму толкованию, это разрешение и позволение. Если кто-то спросит, нельзя ли понимать эти слова в соответствии сразу с двумя толкованиями, то я отвечу «Нет». Даже в соответствии с мнением тех, кто считает, что то, что может иметь несколько значений, следует понимать в свете всех этих значений. Ведь между разрешением и угрозой явное противоречие. Однако учет одного из значений предполагает учеты второго. Суть в том, что грехи ослабляют в человеке стыдливость, так что он может вовсе лишиться ее и дойдет до того, что его перестанет волновать, что люди знают о его скверном положении или смотрят на него. Более того, часто такие, лишенные стыдливости, сами рассказывают о своем положении и о своих скверных деяниях. А побуждает их к этому как раз отсутствие стыдливости. Когда раб Аллаха доходит до этого, то уже нет надежды, что он станет праведным. Слово «стыдливость» в арабском языке – однокоренное со словом «жизнь», а «дождь» называют однокоренным с этими двумя словами словом, потому что он – жизнь для земли, растений и животных. И жизнь земная и вечная также обозначается этим словом, потому что тот, у кого нет стыдливости, мертв в этом мире и злосчастен в мире вечном. Грехи, недостаток стыдливости и отсутствие ревности взаимосвязаны. Одно влечет за собой другое и существует на его фоне. Кто стыдится ослушиваться Аллаха, того Аллах стыдится подвергать наказанию в судный день. А кто не стыдится ослушиваться его, того и он не стыдится подвергать наказанию. Недостаточное возвеличивание Всевышнего Аллаха. К скверным последствиям грехов относится и то, что они ослабляют в сердце человека возвеличивание Всевышнего Господа и уменьшают благоговейный трепет перед ним, хочет он того или нет. И это неизбежно. Ведь если благоговение и осознание величия Аллаха утверждаются в сердце человека, то он не осмеливается ослушиваться его. Бывает, что человек впадает в обольщение и говорит, мол, к ослушанию меня подталкивает благая надежда и мое стремление к его прощению, а вовсе не недостаток возвеличивания его в моем сердце. Он ошибается. Поистине, возвеличивание Всевышнего Аллаха сердцем предполагает и возвеличивание установленных им запретов, а возвеличивание установленных им запретов мешает человеку грешить. Те, кто осмеливается ослушиваться Аллаха, не ценят его по достоинству. Да и как может ценить Всевышнего по достоинству или возвеличивать и превозносить его, чтить святость его и благоговеть перед ним тот, кто пренебрежительно относится к его велениям и запретам? Это абсолютно невозможно, и утверждение об обратном явная ложь. Достаточным наказанием за ослушание является исчезновение из сердца возвеличивания Всевышнего Аллаха и его запретов и пренебрежение его правом. К скверным последствиям грехов относятся, например, и то, что Всевышний Аллах извлекает из сердец творений уважения и почтения к нему, и они начинают относиться к грешнику пренебрежительно, как сам он пренебрежительно относится к велениям Аллаха. Люди любят человека пропорционально его любви к Аллаху, и они боятся его в соответствии с тем, как он боится Аллаха. И люди возвеличивают его соответственно тому, как он возвеличивает Аллаха и установленные им запреты. Как же может человек нарушать установленные Аллахом запреты и надеяться при этом, что для людей он останется неприкосновенным? И как он может пренебрегать правом Аллаха без того, чтобы Аллах внушил людям пренебрежительное отношение к нему? И как он может беспечно относиться к ослушанию Аллаха и ожидать, что люди не станут пренебрежительно относиться к нему? Всевышний Аллах указал на это в своей книге, когда упомянул о наказаниях за грехи и о том, что он воздает людям засодеянное ими, и закрыл их сердца и запечатал их за их грехи, и что он предал их забвению, подобно тому, как они забыли его, и пренебрег ими, подобно тому, как они пренебрегли его религией, и оставил их, подобно тому, как они оставили его веление. Поэтому Всевышний Аллах сказал в аяте о земном поклоне творения ему, никто не окажет почтения тому, кого унизит Аллах. Сура Хадж, аят 18. Всевышний Аллах сказал, он скажет, Господи, почему ты воскресил меня слепым, если раньше я был зрячим? Господь скажет, вот так, наши знамения явились к тебе, но ты предал их забвению. Таким же образом сегодня ты сам будешь предан забвению. Сура Таха, аяты 125-126. Когда они пренебрегали земным поклоном Аллаху и не стали совершать его, Аллах унизил их, и никто не окажет им почтения после того, как Аллах унизил их. Кто же окажет почет тому, кого унизил Аллах? И кто же унизит того, кого Аллах почтил?